Игорь Вадимович Ермолаев, журналист, фотохудожник, еще и шеф-кухар. Ну, то есть все. Спасибо, что пришли. Мне приятно, когда приходят такие гости. Не только рассказывают, но и сейчас. Я вижу, что у нас будет происходить что-то очень интересное. Да, спасибо за приглашение сделать что-то вкусное на телеканале Николая. Ну, давайте уже начнем. У меня было ограничение. У меня нет печки, нет микроволновки. Костра нет. Да, костра нет. И я подумал, что как мне на мастер-шеф принесла удача жидкие блюда, то я сделаю тоже жидкое блюдо. Но у нас сейчас наступают праздники, холода. Я подумал, как греются и как празднуют жители северных стран. Значит, в Шотландии любят ликер Бейлис пить. В Финляндии ликер из морожки. В Германии кирш вишневый. А в Голландии адвокат. Ну, вот я подумал, что... А мы сейчас любить что будем? Ну, вот мы адвокаты сделаем. Хорошо. Да, для начала. Давайте расскажем, что же нам нужно для этого. Что для этого надо? Прежде всего взбить яйца с сахаром и ванилином. Желательно взять крестьянские. Они лучше взбиваются в такую вот плотную хорошую пену. Вот это у нас уже готово. Да, и вот мы начинаем. Да, уже мы, чтобы сэкономить эфирное время. Это у нас здесь яйца, ваниль. Яйца, ваниль, сахар, да. Значит, на один желток 2-2,5 ложечки сахара. Такого в магазине мы не купим, правильно? Можно купить в магазине, но стоимость каждой бутылки от 300 гривен. Всего лишь на все. Цена по одной буханке хлеба. Я думаю, что приготовить самостоятельно будет намного вкуснее. Это будет цена одной буханки хлеба через пару лет. Так, что у нас дальше? Положили сначала следующее. Буквально одну ложечку сгущённого молока. О, какая прелесть. Сгущённого молока. Сладкое в сладкое. Да, но немного. Очень сладкое. Такие должны быть коктейли. Да. Причём это можно рассматривать и как игру, потому что кто-то любит, допустим, слажи, да. Кто-то любит более крепкое. То есть это и игра для взрослых в некоторых. В некотором роде. И добавляем водку. Угу. Хорошо. Приблизительное соотношение. А последовательность до смешивания ингредиентов имеет значение? В данном случае не имеет значения. Таня, посмотри, что происходит. Когда вы спиртное добавили, оно начало набухать, как пирог. Да, немножечко есть такое. Как тесто так поднимается. Это было красиво очень. Да. Конечно, оно может выглядеть не так красиво, как в бутылках. Ну, там есть ещё красители, эмульгаторы. А у нас нет такого. В данном случае у нас полный натуральный продукт. Полный натуральный. То есть здесь антиматический для тех, кто понимает. Да, разнообразные варианты. Да, сейчас я попробую. Ну как? Очень интересный вариант. Можно пробовать, пожалуйста. Правда? Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Хорошо. Первый настоящий кактейль без красителей, без ничего. У нас ещё здесь есть ингредиенты. Да. У нас следующий ликёр мы сделаем знаменитый Белис. Вкусненько, да? Да. Да. Очень. Причём, значит, себестоимость его, ну, практически копеечная. А такой продаётся гривень за 300. Правильно? Не меньше, да. Конечно, может быть, абсолютно полная рецептура. Тут не воспроизведена, но получается, видите, вкусно нравится. И что же нам нужно для Белиса? Вот, делаем следующее. Значит, Белис. Белис, кстати, очень интересный ликёр тем, что 43% молока, производимого в Шотландии, идёт на Белис. Представляете? Ого. Как он много собирается. Да, то есть настолько он нравится северным народам, которые, ну, им холодно. Я смотрю, мы используем тоже такое же мясо. Тоже используем гогольмоголь, тот же. У нас, получается, в некотором роде здесь это коктейли-трансформеры, как говорят сейчас молодёжь любит. А если я захочу сам сделать дома, я справлюсь? Тут же ничего слишком заумно. Я думаю, пожалуйста, да. Это принцип... Ты главное запоминай всё. Я запоминаю. Да, о высокой французской кулинарии. Помните в фильме Рататуй? Готовить может каждый. Да, да. Каждый может быть творческим человеком, каждый может реализовать в себе творческие наклонности. Значит, здесь принцип тот же. Опять снова добавляем сгущенки. Да, добавляем немножечко сгущенки. Много сгущенки не бывает. Да, но... А дальше наступает трансформер наш, трансформируется. Ага. Мы добавляем сливки, приблизительно два к одному. Какая привязь? Как у нас? А какой же у нас здесь должны быть сливки? Очень хороший умный вопрос. Рекомендовано. Я опытным путём определил, что лучше всего 10-ти процентные. Почему? Во-первых, не получается слишком приторно. И второе, на стенках слишком не оседает жир, что, ну, сами понимаете, не очень эстетично. То есть, оптимальный вариант – это 10 процентов. И под конец добавляем обыкновенное растворимое кофе. Ого. Какое количество его нужно? По вкусу приблизительно, как у нас в институте говорили, конструктивно. То есть, кто любит более насыщенный вкус, да, тот, значит, добавляет больше. То есть, там... Кто будет более нежный, такой, ну, скажем так, латте, назовём, добавляет меньше. И всё это хорошенечко перемешиваем. Да, перемешиваем. Я смотрю, вы используете специальную деревянную такую палочку, указочка у вас такая небольшая. Ну, да, это, скажем, я придумал такую вот вещь, чтобы она... Главное, чтобы это было сухая, чистая. То есть, не обязательно. Да, вот эти хлопья кофе у вас не должны смущать, они растворяются, когда мы добавляем водку. Водку или спирт, да. Они прямо сейчас будут растворяться, да? Да, приблизительно вот такое вот соотношение. Соотношение один... А можно показать, чтобы всё было видно? Сейчас, сейчас, сейчас я взболтаю. Значит, можно использовать также миксер. Тут у нас, скажем так, всего лишь 10-12 минут, и вот эта палочка. Поэтому, извините за оставшиеся... А благодаря миксеру, я так думаю, ещё пенку такую... Да, бывает пенка, уходят вот эти все хлопья... А мне нравится, мне нравится хлопья. Ну, для кого-то, может, интересно. Их можно закамуфлировать натертым шоколадом. Простите, за... А, ничего страшного. Творческий беспорядок. Это стол знал в лучшее время, так что. Немножко добавить. Ага, хорошо, мне нравится. Мне нравится, что вы сначала пробуете, а потом уже решаете, достойно ли вы. А вот когда вы готовите большой объём коктейля, допустим, на компанию... Для своих друзей, да. Да, для своих друзей. У вас уже есть определённая заготовка, то есть по объёму тех или иных ингредиентов. Да. Пожалуйста, приятного аппетита. Можно я покажу вот такой? Ну, не могу сказать, что он очень эстетичный, но это можно закамуфлировать... Мне нравится, мне нравится. Насыпанным шоколадом, толчёным. Сами понимаете, в домашних условиях это всё спокойно. Ой, я кофе вообще не пью, но... Здесь тебе кофе не нравится. Здесь он очень уместный. Мне кажется, Серёжа выбрал для себя вариант употребления кофе. Да, отлично. И затем у нас ещё будет третий. Время у нас есть. Да, у нас буквально две минуты, я думаю, успеем. Да, хорошо. Мы сделаем ещё знаменитый ликёр Франжелико. Но Франжелико сливочный. Да, его изобрели итальянские монахи. Как известно, на севере Италии Альпы. И достаточно холодно. И снова мы используем... Опять тот же самый трансформер, но меньше. Мне вот уже интересно, что же будет следующее. Потому что каждый раз какие-то ингредиенты меняются. Да, опять ложечку... Ага. Наша неизменная спущеночка. Молока, да. Оно там немножечко, как работает, как и эмульгатор. И добавляет вкуса немножечко. Так. Сливки. Опять сливки. Хорошо. Опять с тех же десяти процентов. Добавляем сироп лесного ореха, так как его еще не научились синтезировать. А как только мы добавляем сироп лесного ореха, я бы хотела сказать... И опять тоже водку или спет. И наш спет. Да. До встречи.